И смотрите кем мы с вами стали. Мы с вами стали оборотнем. И вот мы с вами дошли до конца. Здесь у нас будут стоять три вот таких вот оборотня. Нажимаем на эту кнопочку и смотрите кем мы с вами стали. Мы с вами стали вот таким вот огромным оборотнем. И всем привет друзья, с вами Кратофан. И это первая серия гайда по муду Хоулинг Мун на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет Джоксику Пей Пип. Если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий и возможно именно ты попадешь в следующее видео. Ну а мы начинаем. Но перед началом просмотра хочу посоветовать канал Ликвидатор. Там ты сможешь найти качественные прохождения сборок, карт и сериалы с шейдерами. Сам автор очень старается и любит свою аудиторию. Ссылка на канал будет в описании. Подпишись. Этот мод добавляет в наш мир оборотней и также охотников на них. Еще мы теперь можем с вами стать оборотнем и прокачивать его навыки. Но мы давайте с вами перейдем к генерации в этом моде. У нас добавляется вот такой цветочек. Это волчий аконит. Из него вы сможете сделать специальное зелье, чтобы избавиться от ликантропии. Оно будет делаться вот так вот. Также у нас добавляется вот такая вот руда. Это серебряная руда. Вы ее сможете переплавить и получить слиток. Из слитка вы сможете сделать себе вот такой вот серебряный меч. Он будет наносить всего лишь 5 урона, но против оборотней он будет очень эффективен. Далее давайте мы с вами перейдем к мобам в этом моде. У нас есть всего 2 моба. Это охотник и оборотень. Давайте разберем сначала охотников. Давайте возьмем его яйцо спавна и сразу же скажу то, что из них будет выпадать вот такой вот уникальный предмет. Это лунный жемчуг. Спавнятся они будут практически везде, но у них будут также специальные домики, в которых будут находиться вот такие вот, не знаю, это баннеры, флажки в общем-то какие-то. Давайте мы их также возьмем и перейдем как раз таки к их дому. Их дома вы в основном сможете найти в деревне. Вот так вот они будут выглядеть. Давайте мы туда с вами зайдем. Вот как вы можете заметить здесь находится вот такой вот флаг наш. Это как раз таки говорит о том, что здесь у нас будут спавниться охотники на оборотней. Давайте мы их с вами здесь заспауним. И вот так вот они будут выглядеть. Вот такие вот стивы с луками, с мечами и также с вот такими вот мечами и лунными камнями. Когда вы убьете именно вот такого вот охотника, тогда вам выпадет вот такой вот лунный камень. Он никак не крафтится, но он вам пригодится. Также мы можем здесь перейти на второй этаж и можем здесь найти как раз таки наше зелье, которое нам позволит избавиться от ликантропии, то есть от оборотня. Также можем найти вот такой вот аконит, лук, стрелы, броню, даже вот такую вот нашу кольчужную и меч. Далее мы можем перейти вот сюда вот и здесь у нас уже будет находиться наш оборотень. Он будет находиться в заточении, но вы сможете его открыть и заразиться от него ликантропией, если он на вас нападет. Ну а теперь давайте мы как раз таки перейдем к оборотням. Берем его яйцо спавном и давайте его заспауним. У нас бывают на самом деле самые различные оборотни, то есть вот такие вот белые, вот такие вот серые, какие-то лесные, черные бывают. И по-моему все, больше никаких разновидностей нету. Давайте мы сейчас с вами по-быстрому перейдем в гейммод 0 и заразимся от них ликантропией. Для того, чтобы это сделать, нам достаточно всего лишь перенести один укус от этого оборотня. То есть просто он нас один раз ударит и все, мы сразу же с вами заразимся ликантропией. Ну точнее у нас начнется процесс болезни. Через 8 суток мы с вами станем уже оборотнем. И смотрите, сейчас на нас нападет этот оборотень. Нам нужно будет очень быстренько сейчас не умереть и перейти обратно в гейммод 1. И вот он переакурился, все, он нас ударил и нам написало в чате то, что мы с вами заражены ликантропией. Это означает то, что мы с вами через 8 суток станем оборотнем. Но если вы не хотите становиться оборотнем, вы можете выпить вот это вот зелье. Давайте с вами подождем 8 суток и на полнолуние мы с вами станем оборотнем. Вот и написал таймсет 16000 и у нас сейчас полнолуние. У меня стоит шейдер и поэтому у нас немножечко здесь все поменялось и небольшие баги появились. Давайте я сейчас их просто выключу. Вот я их выключил. Теперь давайте мы с вами нажмем на F5 и смотрите кем мы с вами стали. Мы с вами стали оборотнем. Теперь мы можем нажать на английскую кнопочку K и у нас откроется вот такой вот интерфейс оборотня. Здесь у нас есть получается что 3 вкладочки. На первой у нас написано то, что мы с вами оборотень первого уровня. У нас есть всего здесь 25 уровней. Потом у нас здесь опыта 0 из 25 этого уровня. То есть когда мы с вами набьем 25 опыта, тогда мы с вами перейдем на второй уровень. Давайте перейдем во вторую вкладочку. Здесь у нас уже будут наши умения. Давайте мы их с вами рассмотрим чуть-чуть попозже и перейдем тогда уже к третьей вкладочке. И здесь мы с вами можем выбрать наш облик. Это оборотень пока что. И также мы можем себе выбрать наш скин. То есть такой белый, черный, лесной, либо же вот такой вот серый. Давайте я себе выберу вот такого черного. Вот так вот мы с вами будем выглядеть. Теперь давайте вернемся ко второй вкладочке и рассмотрим, что здесь у нас вообще находится. Первая кнопочка это умение. Здесь мы будем с вами открывать умение и прокачивать вообще все свои способности. Потом у нас с первого уровня есть такая способность как лапа, давайте мы с вами на нее нажмем и здесь мы можем с вами выбрать наш слот в хотбаре, который будет всегда пустым, потому что у оборотня из рук всегда будет все валиться и вообще теперь он будет наносить больше всего урона только голыми руками, то есть мечом и вообще всяким другим оружием он не может пользоваться, либо же это будет очень неэффективно. Самое эффективное оружие для оборотня это лапы, поэтому давайте выберем какой-нибудь слот в хотбаре, который у нас будет всегда пустым, давайте допустим это будет нулевой слот, то есть наш первый, пишем здесь нолик и нажимаем на подтвердить, все теперь у нас никогда не будет наш этот первый слот сбиваться, то есть когда будем что-нибудь поднимать у нас всегда будет рука пустая все равно. Также здесь у нас есть такие две способности, потом мы здесь можем их назначить и нажимать на кнопочку либо же R, либо же G английскую, это соответственно первая и вторая способность будет. Ну и давайте мы теперь с вами рассмотрим нашу вот эту кнопочку умения, мы на нее нажимаем и у нас открывается вот такой вот интерфейс, здесь у нас есть также 4 раздела, первый раздел у нас показывает общие умения нашего оборотня, во втором разделе мы с вами можем качать уже отдельные характеристики нашего оборотня, мы их с вами рассмотрим во второй части более подробно. На первом уровне у нас доступно всего лишь 2 очка. В третьем разделе мы с вами сможем открыть уже наши умения. На первом уровне мы можем открыть только одно умение, и я вам советую открывать лапы, потому что благодаря этому умению у нас ничего не будет выпадать из рук. То есть теперь мы с вами сможем, допустим, даже есть банально. Давайте мы с вами это сразу же и откроем. Нажимаем и нажимаем назначить. Все, мы с вами открыли это умение. Ну и четвертый раздел у нас пока что пустой. Выходим из наших навыков, и давайте сделаем день. Вот я сделал день, но мы с вами до сих пор оборотень. Как же от этого избавиться? Нам для этого понадобится всего лишь нажать на английскую кнопочку J. Нажимаем, и мы с вами стали обратным человеком. Нажимаем еще раз, и становимся опять оборотнем. То есть мы так можем всегда превращаться в человека и в оборотня. Но в полнолуние мы всегда будем с вами в образе оборотня. Давайте теперь с вами поговорим про самые базовые навыки нашего оборотня. Теперь он у нас перемещается быстрее, а именно прыгает выше. Также у него теперь будет больше урона с руки. Давайте с вами, допустим, ударим паука. Так, а сейчас мы нисколько не наносим, потому что, кстати, после того, как мы с вами становимся человеком, после нашего оборотня, то на нас накладываются различные вот такие вот негативные эффекты. Это слабость, утомление, голод и замедление на одну минуту. Давайте мы с вами выпьем молоко, чтобы избавиться от этого. И все отлично, теперь мы с вами будем наносить урон. Смотрим, и мы наносим целых 4 единицы урона с руки. С повышением уровня, естественно, это все будет повышаться. Также в образе оборотня теперь мы с вами сможем питаться только мясом. А именно курятины, допустим, сырой говядины, жареной баранины и, допустим, стейками. То есть жареная тоже будет подходить, даже будет лучше, чем сырая. Кстати, давайте посмотрим на нашу способность, которая у нас доступна с самого первого уровня. А именно, когда у нас освобождается наш один слот. То есть вот мы с вами поднимаем гнилую плоть, допустим, и у нас остается наш первый слот свободный. И теперь, когда мы берем что-либо в руки, у нас ничего не падает, когда до этого должно было все падать. Потому что мы с вами открыли ту способность, которая называется лапа. Также теперь вы не сможете эффективно пользоваться мечами, допустим, и также носить броню. Переходим в гейммод 0. И давайте попробуем надеть на себя броню. Надеваем, и она просто с нас падает, потому что мы сейчас просто с вами в образе зверя. Ну а теперь давайте поговорим, как же прокачивать уровень нашему оборотню. А для этого понадобится просто убивать различные цели. Чем больше хп у них, тем будет больше даваться опыта. Допустим, курица и овца будет давать 1 опыт, а крестьянин 2. И причем убивать нужно будет в образе оборотня. Вот сейчас в образе оборотня. И давайте убьем курицу. Убили ее, теперь смотрим на наш опыт. И здесь у нас 1 из 25. И так вы будете себя качать до целого 25 уровня. Давайте я сейчас просто пропишу команду, чтобы себя долго так не качать. Пишу 25 уровень. Кстати, небольшая ошибочка. У нас сейчас максимально не 25 уровень, а 20. Вы скажете то, что это довольно таки скучно, но на самом деле каждый 5 уровень вам также предстоит еще и выполнять дополнительные квесты для получения дополнительных навыков. Для этого вам понадобится кровать и также лунный жемчуг. Давайте с вами поставим кровать. Потом сделаем ночь. И главное, чтобы эта ночь была не полнолунной. Потому что вам нужно будет засыпать не в образе оборотня. Поэтому давайте пропустим просто сутки, чтобы у нас прошло полнолуние. Пропускаем сутки и все. Потом превращаемся в человека. Вот мы с вами стали человеком и засыпаем на кровати так, чтобы у нас в ход баре находился наш лунный жемчуг. Все засыпаем и смотрите, что сейчас будет. Мы сейчас с вами представим то, что мы с вами заснули на 5 уровне. Мы с вами перемещаемся в совершенно другой мир. И здесь у нас находится, так сказать, учитель оборотней. Вот так вот он будет выглядеть. А сами мы находимся в образе оборотня. Он нам говорит о том, что теперь мы с вами можем превратиться в волка. То есть сейчас мы с вами в образе оборотня. А теперь, когда мы с вами нажмем на букву К и нажмем на третий слот, мы можем выбрать теперь образ волка. Нажимаем на него. И вот мы с вами стали волком. Далее давайте пойдем вот сюда вот. Проходим здесь вот через один блок. Мы здесь, кстати, можем пройти только в образе волка. Переходим вот сюда вот, прыгаем здесь и доходим до финала. Нажимаем на этого волка. Он говорит о том, что теперь у нас добавляется новая способность. Мы теперь можем призывать стаю волков. И все, мы можем телепортироваться обратно в наш мир. Как же это сделать? А просто прыгать вот в эту вот дырку. И все, вы телепортируетесь обратно. Далее вы нажимаете на кнопочку К. Переходите в раздел умения. Выбираете, допустим, способность 1. И выбираете вашу способность выйти. Все, теперь на кнопочку R получается, что вы можете призывать своего волка. Пока что одного волка, но потом, когда вы будете повышать свой уровень, количество волков будет возрастать. Если не ошибаюсь, то максимум может быть 3 волка. Нажимаем на кнопочку R. Мы с вами боем. И у нас призывается стая волков. Потому что я сейчас на 20 уровне. Они будут вам помогать убивать. Допустим, вот вы ударите. И вот они будут атаковать мобов. Но через некоторое время они просто пропадут. Далее давайте представим то, что мы с вами находимся на 10 уровне. Опять засыпаем на кровати. И снова появляемся в этом вот мире. Тыкаем на нашего этого учителя. И он вам теперь говорит то, что у нас теперь появилось ночное зрение. Мы с вами переходим опять же в наши способности. И вот у нас есть такая кнопочка ночное зрение. Нажимаем на нее. И у нас включается ночное зрение. Потом идем вперед по лесу. И доходим до вот такого вот лабиринта. Для того, чтобы сделать все правильно, вам нужно будет идти именно по булыжной вот этой вот дорожечке. Не по замшелому, а по вот этой вот дорожечке из булыжника. Идете прямо по ней и доходите до нужного конца. И вот мы с вами дошли до конца. Здесь у нас будут стоять три вот таких вот оборотня. И вам нужно будет тыкнуть на одного из них. Первый, что белый, вам позволит стать, так сказать, на добрую дорогу. И в итоге вы сможете так прокачаться, что вы станете добрым оборотнем. И будете защищать, допустим, жителей от других оборотней. То есть вы сможете носить даже броню. Вы сможете эффективно пользоваться оружием. И от вас также не будут бегать ни жители, ни всякие другие мобы. Кстати, до этого они от вас будут бегать. Потому что они будут вас бояться. Потом вы сможете выбрать нейтральную сторону. Тогда у вас будут дополнительные очки умений. И вы сможете прокачать все свои характеристики до максимума. И если вы выберете агрессивную сторону, тогда вы будете наносить в итоге больше урона. И также на вас не будут нападать ни зомби, ни криперы, ни скелеты. Давайте с вами выберем, допустим, агрессивную сторону. И прыгнем, опять же, в эту вот дырку. И вот мы с вами снова очутились в этом мире. После давайте представим то, что мы с вами достигли 15 уровня. И снова засыпаем на кровати. И вот мы снова здесь тыкаем на этого вот тренера. И он нам говорит то, что мы теперь можем стать прямо зверем. Мы с вами переходим в панель оборотня, то есть нажимаем на кнопочку К и на третью вкладочку. Теперь мы можем стать зверем. Нажимаем на эту кнопочку и смотрите, кем мы с вами стали. Далее мы с вами стали вот таким вот огромным оборотнем. Если мы будем нажимать на shift, тогда мы будем вот так вот очень прикольно присаживаться. Далее нам понадобится пробежать через вот эту вот полосу препятствий. Просто бегите вот здесь вот очень быстренько. Можно даже бы не хопить, хотя лучше даже не надо. И тогда вы добежите до конца и не упадете. Вот мы с вами добежали до конца, тыкаем на этого оборотня. И теперь он нам говорит то, что у нас есть какой-то подарок. У нас добавляется новая способность кусать. В следующей части мы с вами рассмотрим эту способность. А пока что давайте прыгнем дальше. И далее давайте мы с вами представим то, что мы достигли 20 уровня. Снова засыпаем на кровати. И мы опять здесь. Тыкаем на нашего этого тренера. Мы с вами идем вперед. И далее нам нужно будет выбрать сторону. На самом деле не важно куда вы пойдете. В итоге вы даете до одного и того же финала. Если вы пойдете вперед, тогда вам здесь нужно будет перепрыгнуть через вот это вот озеро лавы. Если вы пойдете вправо, тогда вам нужно будет перейти в образ волка. И пробежать быстренько через вот эту вот полосу препятствий. А если вы пойдете влево, тогда вам нужно будет перелезть через вот такую вот стену. Давайте с вами, допустим, пробежим в образе волка быстренько здесь. И в итоге мы с вами доходим до конца. Прыгаем в эту вот яму. И все, теперь мы с вами максимальный оборотень. Ну а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока.